ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто и в какой весовой категории совсем скоро будет бороться за чемпионский титул, расскажет Виктория Степина. Полуфинал одного из самых зрелищных соревнований по боям. 27 октября в ТАТ «Нефтьарене» определилась шестерка лучших бойцов, прошедших финальный этап чемпионата мира, бои по правилам ТНА. Бойцы из России, Белоруссии, Сербии, Румынии, Узбекистана, Испании и Нидерландов вышли на ринг, чтобы поставить точку в отборочных этапах и доказать, что именно они достойны выйти в финал. Интрига с определением пар соперников разрешилась только за сутки до турнира на процедуре взвешивания. До этого момента никто из участников полуфинала не знал, с кем ему придется сражаться. В первом бою легкого дивизиона Айсук Юсов из Дании встретился с Олегом Лехторовичем из Белоруссии. Первые два раунда спортсмены прощупывали слабые и сильные стороны своего оппонента. В третьем раунде спортсмены активизировались. Олег пытался попасть Айсуку в голову, наверное, надеясь вынести своего противника, как и в прошлом бою, с отресениями. Но Айсук предверял все попытки и нападал в ответ. В тяжелом четырехраундовом бою по решению судья одержал победу Айсук Юсов и тем самым забронировал себе место в финале. Весовую категорию до 80 килограмм открыл поединок между россиянином Виктором Дегтяревым и сербом Любо Ялови. Бой получился преимущественно позиционным. Только в четвертой трехминутке Ялови послал в короткий нокдаун Дегтярева, тем самым обеспечив себе победу в поединке и место в финальной стадии турнира. Тяжелая весовая категория стартовала с противостояния Кирилла Корнилова и румынского файтера Кристиана Рести. Хорошо выстроенная защита и точные удары Кирилла методично уничтожали всю стратегию Кристиана. В третьем раунде румын начал выплевывать капу, стараясь отдышаться, а в четвертом от нокаута Кристиана спас только гонок. В итоге определен первый финалист в тяжелом весе – Кирилл Корнилов. Россия. В очередном бою легковесов сошлись два россиянина – Владислав Украинец и Иван Кондратьев. Это был не самый яркий поединок. С первых секунд все, что делал Кондратьев – это оборонялся и надеялся взять победу одним сильным и точным ударом. Но это не сработало. Зато точная техника и грамотная защита обеспечил украинцу место в финале. Полуфинал в среднем весе продолжил поединок Шера Мамазулунова из Узбекистана и Виктора Манфорта из Испании. Хоть и Виктора гораздо больше боев и выше процент побед, Шер с легкостью взломал защиту испанца. Только волевыми усилиями Виктор перевел этот бой в четвертый раунд, который, собственно, ничего не изменил. Как итог – закономерная победа Шера Мамазулунова. И, как всегда, закрывает боевой вечер второй поединок весовой категории свыше 80 кг. На ринге встретились Игорь Дармешкин из России и Элдар Оливер Гарсия из Нидерландов. Несмотря на огромное преимущество Гарсия в весе, Игорь номинировал на протяжении всех четырех раундов. Как итог – еще один россиянин в финале. Виктория Степина, Амальте Миров. Неделя спорта. Теперь о хоккее. На этой неделе две сборные Казанского федерального университета начали свою борьбу за титул в рамках турнира чемпионата Казани по хоккею. Как прошли первые встречи, расскажет Софья Чугунова. Первая игра всегда волнительна для команд. Спустя целых четыре месяца без турниров хоккейная команда Казанского федерального университета вновь вышла на лед в рамках традиционного для города турнира. Однако претерпела некоторые изменения. Теперь на турнире университет будет представлять сразу две команды – студенты и казанские юлбарсы. На базе первой команды проходит формирование нового поколения хоккеистов, а также ротация. В ее состав входят игроки, только вступившие в ряды студенческой хоккейной лиги. А казанские юлбарсы в данном случае являются основной командой, в которой собраны уже знакомые нам лица и перспективные первокурсники. Наш основной турнир, в котором мы играем, это студенческая хоккейная лига. Турнир первенства города Казани для нас – это как тренировочный турнир. Мы нашу команду разделили на две команды – казанские юлбарсы и студенты. В турнире студенческой хоккейной лиги будут участвовать сборные из этих двух команд. То есть лучшие игроки, они сейчас показывают себя, как они играют, что убивают себе место в составе. Для студентов соперник максимально трудный. Факел – одна из самых старейших команд республики, воспитала многих мастеров этого вида спорта. Однако на сегодняшний день состав на 70% состоит из молодых игроков, которые, подобно нашим студентам, голодны до победы. Преимущество факела состоит в том, что они очень опасны при позиционной атаке игре на пятачке. Что ж, первая игра с таким соперником точно стала важным уроком для нового поколения. Соперник подарил целых три периода школы хоккея. Например, первый период. Факел сразу начал доминировать, большую часть игрового времени студенты оборонялись. Но ошибки в этой зоне не позволили оставить свои ворота нетронутыми. Как только в зону вкатывался нападающий факел, сразу несколько игроков бросались на него, оставляя достаточно открытого пространства для атаки. Разумеется, факелоносцы не могли не воспользоваться таким подарком и буквально расстреливали ворота студентов. Первый период закончился с разгромным счетом 3-0. Остальные два периода прошли по похожему сценарию. Факел атаковал, забивал, студенты контратаковали, изредка доминировали в зоне соперника. Но отсутствие техники игры сказывалось на бросках. Остальные два периода прошли по похожему сценарию. Факел атаковал, забивал, студенты контратаковали, изредка доминировали в зоне соперника. Но отсутствие опыта сказывалось на бросках. Молодые игроки часто бросали мимо ворот. Команды много бегали, из-за чего к концу третьего периода факел позволил себе допустить ошибку, которая стоила им сухого счета. Единственную шайбу в составе студентов забил Эдуард Мусин. Матч закончился со счетом 8-1. Первенство города по хоккею с шайбой продолжилось матчем между командами Казанской Юлбарса и Тимирхан. Налет спортивного комплекса «Ватан» команды выше 26 октября. Второй матч в сезоне команда Казанского федерального университета провела против серьезного соперника, многократного финалиста первенства хоккейной команды Тимирхан. Еще до начала встречи было понятно, что юлбарсам будет крайне сложно победить. Против федералов играло несколько факторов. Обновленный состав, переход одного из лидеров команды Ильи Харитонова, тренажерский штаб и опыт соперника. Но несмотря на все сложности, которые встретились по пути на лед, казанские юлбарсы начали первый период достаточно активно, регулярно совершая набеги на вратаря Тимирхана. Однако для победы недостаточно просто контратаковать, важно еще проходить защиту соперника и забрасывать шайбы. И если по броскам в створ первые 20 минутки «Тигры» были впереди, то по заброшенным шайбам явно отставали. К концу периода Тимирхан вел 2-1. Единственную шайбу за КФУ забило звено Артема Перова, который принял пас от Андрея Кутепова. Второй период продолжил тенденцию вязкой игры. Команды много боролись у бортов, регулярно удалялись, но разница в том, что «Тигры» ко второму отрезку игры вымотались. И порой, выходя один на один с кипером соперника, просто не успевали ударить по шайбе, как их уже настигал защитник и крал шайбу. Увы, в этом периоде казанские юлбарсы не забили, но и не пропускали, смело ложась под шайбу. Третья 20-ти минутка выдалась тяжелой для обеих команд. Все выдохлись, лед подпортился, от чего шайба скакала. Поэтому настало время тактических игр. Тимирхан провоцировал на нарушение правил, и в итоге их план осуществился. До конца игры был удален восьмой номер команды. Весьма спорное удаление, которое вызвало много вопросов в судейской бригаде, которое в этой игре прощало обеим командам много. Как итог, две пропущенные шайбы и конечный счет 4-1 в пользу соперника. Но хоккейным фанатам не стоит огорчаться. Такие игры показывают все слабые места. А значит, что главному турниру сезона студенческой хоккейной лиги Республики игроки Казахского федерального университета подойдут во все оружии. Софья Чугунова, Неделя спорта. Итак, мы продолжаем программу Неделя спорта. И сейчас мы будем говорить о Кубке университета 2018 года. В студии у нас главный судья этого прекраснейшего мероприятия Максим Гаврилов. Макс, тебе большой привет. Здравствуй. Ну что ж, два матча у нас позади. Определилась одна пара четвертьфиналистов. В эту среду мы узнаем вторую пару четвертьфиналистов. Давай поговорим об 1-8 финала. Первый матч Институт вычислительной математики и информационной технологии против Института филологии и межкультурной коммуникации. По афише сразу было понятно, что Евмид выиграет. Ну, я бы так не сказал, так как каждый институт, каждое наше структурное подразделение растет, развивается. И уже нет таких проходных матчей, как было раньше. То есть везде борьба. Несмотря на достаточно крупный счет, филологи достойно боролись. И, по сути, этот разрыв ВМК сделали только в конце второго тайма. В какой-то момент филологи могли перехватить инициативу и даже вырваться вперед. Но не хватило. Чуточку удачи, чуточку, наверное, мастерства. И уже дальше соперник их наказал. Хорошо, перейдем ко вчерашнему матчу, который у нас был в воскресенье. Институт физики против Института геологии и газовой технологии. Ну, физики очень удачно начали, конечно, игру. Практически первые два удара в створы стали голевыми. И это, собственно, предопределило сценарий первого тайма, по крайней мере. И они еще трижды забили. То есть первый тайм закончился 5-0. Спокойно играли, без особых грубостей. Катали мячик, держали под своим контролем. У геологу в первом тайме практически ничего не получалось. Там показательный, по-моему, четвертый или пятый гол, когда просто прессингом физики накрыли соперника и закатили мяч в ворот. Это достаточно показательный момент, потому что соперник поплыл. Что произошло во втором тайме? Откуда взялись эти достаточно глупые фолы, с которых они набрали больше пяти и в итоге произвели себе 10-метровые удары? Мне не очень понятно. Можно было просто сыграть спокойно. Так же, как в первом тайме катать мячик. Но что-то они, видимо, в перерыве получили какую-то новую установку от тренера, выпустили молодежь. И вот пока, видимо, молодежь еще не совсем готова. Твой прогноз на завтрашний матч, который мы с тобой вместе прокомментируем? Я думаю, мы увидим достаточное количество голов. Много борьбы, надеюсь, не грубый. Если говорить о счете, точные цифры я, конечно, не скажу, но думаю, победа идти с разницей в 2-3 мяча. Хорошо. Итак, друзья, матч Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем против Инженерного института. Прямая трансляция завтра в нашей группе ВКонтакте в 19.45 по московскому времени. Так что все подключаемся обязательно. Максим, завтра мы с тобой еще увидимся. Вместе прокомментируем эту встречу. Поздравим тебя с дебютом на комментаторском поприще. Сейчас, друзья, я вам предлагаю посмотреть все 16 мячей, которые были забиты в первых двух матчах. А именно матчи Института вычислительной математики, информационной технологии и Института феологии и межкактурной коммуникации, где счет закончился у нас 6-2. И матчи Института физики против Института геологии и нефтегазовых технологий, который закончился 5-3. Прямо сейчас вы эти голы увидите. Также голосуйте в нашей группе ВКонтакте, чей гол оказался лучший в каждом из этих матчей. Максим, тебе большое спасибо, что пришел. Вам спасибо, что зовете. Завтра увидимся еще. На этом все. Мы заканчиваем нашу программу. Большое спасибо, что смотрели. Сейчас не выключайте. Вас ждет подборка всех 16 голов Кубка Университета по мини-футболу. Меня зовут Роман Блинсков. Увидимся уже с вами завтра на Кубке Университета. Пока. Грубо он сейчас отдал своему партнеру по команде удар по воротам. Гол! И первый гол на этом турнире забили игроки Института вычислительной математики и информационных технологий. Левый фланг, отдача партнеру. Впереди прострельная передача. Это автогол! Это автогол, друзья! Здесь хорошая прострельная передача на параллельный фланг. Скидка в центр и ФМК останавливает этот мяч. Ой, вот сейчас вот очень опасно. Очень грубо играют. Удар поворотом 2-1. Главного нашего соперника Павловской академии спорта. Выход 1 на 1. Хорошая прострельная передача сейчас была на нападение. И счет становится 3-1. Вратарь вышел ближе к стенке. Скидка на партнера. Не получается удар. И можно выйти в контратаку. Удар! Гол! Возвращается интрига в этот матч. Удар сейчас 3-го гола от Института фиологии и межкультурной коммуникации. Хочется посмотреть на дальнейшее развитие. Но по ходу дела его не будет. Счет становится 4-2. Но повторюсь, афиша говорит сама за себя. Фаворитами здесь явными считаются именно игроки математики. Удар поворотом 5-2. Тактика сборной Англии забрось бей. Она, мне кажется, для мини-футбола и конкретно для этого матча не очень действенна. Потому что пока не очень получается. Вот так и вот. Хорошая передача. Выходите. Ой, ну это все. Ну это гвоздь в крышку гроба. Это 6-2. Это все. Это 6-2. Это разгром. Удар поворотом. Гоу. 1-0. Посмотрим, как мы дальше. Менгалеев. Дальние удары. 2-0. 2-0. Что творит этот зверь? Ой, хорош. В падении. Счет 3-0. Ой, хорошая комбинация сейчас была у Института физики. 4-0. Ой-ой-ой-ой. Какой грубый гол. 5-0. Высшая школа информационной технологии и интеллектуальных систем против Инженерного института. А тем временем гол. Наконец-таки забивают геологи. Счет становится 1-5. Что придумают геологи? Удар с острого угла. Гол. 2. 2-5. И опять бьют пенальти. 3-5. И конец матча. irgendwie. avec. 2-5. 3-5. Какие бол théädarsi. И ко мне. Алик. И да.